Сегодняшней ночью на Северном Урале, на перевале Дятлова, случился апофеоз 40-летнего трагического юбилея гибели 9 легендарных дятловцев. Спустя ровно 40 лет на месте мистической гибели туристов УПИ ночевали современные туристы, группа Сергея Маркова. Все было идентично, то же место, такая же погода, столько же людей. И, конечно, были опасения. Они повторили спустя 4 десятка лет тот мистический ужас, унесший 9 молодых жизней. Нет, не повторился. Ребята днем вышли на цель. 1 февраля далекого 1959 года группа туристов, ведомых пятикурсником радиофака УПИ Игорем Дятловым, на лыжах вышла на склон горы 1079, называемой местным народом мантии Горой Мертвецов. 9 ребят разбили палатку на склоне, а в ночь на 2 февраля на гору налетела некая стихийная сила, от которой, по одной из версий, дятловцы в ужасе полураздетые выскочили из палатки на лютый холод и кинулись вниз, к лесу. Они мужественно боролись за жизнь, делились остатками одежды с ранеными товарищами, пытались развести под кедром костер, но тщетно. Все погибли, замерзли. Что могло молодых, бесстрашных и образованных туристов-студентов повергнуть в животный ужас, до сих пор покрыто заветой тайны. Не исключены мистические дела с мантийскими богами. 40 лет эта загадка не дает покоя многим туристам, краеведам, исследователям-любителям. В ночь с 1 на 2 февраля, спустя ровно 40 лет с момента загадочной гибели дятловцев, мантийские боги или, быть может, вооруженные силы были гораздо благосклоннее к современным туристам. Но все равно ребятам было страшновато. Вопреки ожиданиям на перевале Дятлова в ночь юбилея, группа Сергея Марква была в гордом одиночестве. Продолжение следует...